добрый день дорогие друзья меня зовут антон александрович одигнал я врач уролог врач онко уролог врач антролог работаю в см клинике и занимаюсь лечением урологических антрологических и онкологических заболеваний тема сегодняшней нашей беседы лечение виногенной эректильной дисфункции эректильная дисфункция это заболевание при которой кровь не удерживается внутри полового члена и не достигается нужное давление для проведения полового акта кровь удерживается в половом члене посредством удерживающих механизмов клапанов которые находятся внутри вен и эти клапаны располагаются внутри малого таза возле предстательной железы под мочевым пузырем если эти клапаны перекрывают отток крови во время эрекции то тогда гидравлическая система полового члена заполняется полностью кровью эрекция возникает если эти клапаны кровь не удерживают и пропускают через себя кровь то тогда давление не повышается и эрекция либо не наступает вовсе либо пропадает через несколько минут от начала полового виногенная эректильная дисфункция больше характерна для молодых мужчин факторами риска для развития эректильной дисфункции виногенного происхождения являются сосудистые заболевания такие как варикоцели синдром мэйя тернера над крекер синдром наиболее часто симптомами виногенной эректильной дисфункции являются ухудшение эрекции во время полового акта эти симптомы могут проявляться как до полового акта когда эрекция не развивается достаточно либо это могут быть проявления уже момент полового акта что наиболее грустно то есть когда через минуту или через две от начала полового акта эрекция просто исчезает также эрекция может исчезать например при перемене положения до при перемене позы партнеров пока происходит изменение позы эрекция может исчезнуть и достичь ее повторно бывает достаточно сложно для диагностики эректильной дисфункции применяются несколько методов первое это общее клиническое обследование пациентов это анализы крови мочи это анализы горбонов крови далее выполняется исследование непосредственно сосудистой системы для этого выполняется узи полового члена с инъекцией препарата простагландина е для достижения эрекции и выполнения узи с целью выявления сброса крови из полового члена либо нарушения притока крови по артериям другим методом исследования является кт кавернозография или мультиспиральная динамическая компьютерная кавернозография суть метода кт кавернозографии заключается в исследовании кавернозных тел и вен полового члена с применением контрастного препарата исследование выполняется на компьютерном томографе для выполнения этого исследования пациенту внутрь полового члена вводится сначала препарат простагландина е для достижения эрекции а через 5-10 минут после того как эрекция развилась кавернозные тела вводится контрастный препарат этот контрастный препарат в норме не должен покидать половой член то есть это исследование показывает герметичность заполнения полового члена если контрастный препарат покидает половой член то мы на снимках компьютерного томографа можем определить куда утекает кровь то есть каком месте есть пробой и кровь не удерживается нашей клинике установлен компьютерный томограф и я выполняю кавернозографию если диагноз виногенной эректильной дисфункции подтвердился то пациент может записаться ко мне на прием и получить консультацию по дальнейшему лечению этого заболевания методы лечения эректильной дисфункции могут быть как консервативные то есть препаратами процедурами так и хирургическим что касается консервативной терапии то здесь подходят прием препаратов фосфодиэстераза 5 типа также эффективным является лечение хронического простатита с применением физиотерапии применение физиотерапии улучшает кровоток в области малого таза улучшает кровоток вокруг предстательной железы улучшает кровоток мочевого пузыря и тем самым способствует удержанию крови в половом члене если эти методики не являются эффективными то тогда пациенту можно предложить хирургические методы лечения эректильной дисфункции для лечения виногенной эректильной дисфункции наиболее часто применяется эмболизация вен перепростатического сплетения это такая операция при которой внутрь патологических вен устанавливаются микроспирали микроспирали устанавливаются только в те вены по которым осуществляется патологический отток крови а это мы выяснили на стадии выполнения кт-ковернозографии после того как вена блокирована то есть отток по ней прекращается эрекция улучшается единственное что надо понимать что восстановление эрекции путем эмболизации вен перепростатического сплетения дает временный эффект почему так происходит потому что кровь она уже не удерживается если мы в какой-то момент каком-то месте перекрыли кровь а кровь это жидкость то со временем кровь найдет для себя просто другие пути одни вены мы перекрыли через какое-то время через 6 месяцев через 12 месяцев новые вены откроются и придется эмболизировать повторно то есть это такая операция которую можно выполнять несколько раз совершенно безопасно для здоровья эти операции выполняются без применения наркоза эти операции достаточно быстрые 30-40 минут и пациент снова возвращается в палату из операционной единственным постоянным и стопроцентным методом лечения эректильной дисфункции является фаллопротезирование эта операция при которой внутрь полового члена совсем внутрь под кожу устанавливаются специальные импланты которые обеспечивают твердость полового члена во время полового акта установка имплантов внутрь полового члена является большим прорывом на сегодняшний день в этом разделе урологии и в лечении эректильной дисфункции и эмболизация вен перепростатического сплетения и эндофаллопротезирование это операции которые выполняются в стационарных условиях в нашей клинике есть оборудованная стационар у нас в клинике есть оснащенные операционные по последнему слову техники в том числе эндоваскулярная операционная важный момент заключается в том что и предоперационную подготовку тоже можно пройти у нас в том числе и стационарно для повышения комфорта для пациента хочу подчеркнуть что в см клинике на улице синежской у вас есть возможность получить все необходимые методы обследования и все необходимые методы лечения которые доступны в современном мире для лечения эректильной дисфункции если у вас возникли симптомы эректильной дисфункции если вы чувствуете неуверенность своих сексуальных силах приглашаю вас на осмотр и консультацию в см клинику на улице синежской будьте здоровы всего вам доброго